Привет, дорогие друзья! Привет, дорогие зрители! Ну и чудо-комментаторы, мое отдельное вам здравствуйте! Ну что ж, наш флешмоб обзорный на сегодняшний день продолжается. По последним новостям Лелик еще не включила свой флешмоб. Девочка готовится к дойке хомяков. Она выпустила шот, где объяснила, что после обеда все будет, все состоится, пусть они не переживают. Они не смогут отдать, поделиться с Лелечкой. Ребята, самое ужасное в этом всем и отвратительное, что сидит ее подросток, ее ребенок, подросток Женя, она уже, скажем так, девушка Женя, молодежь, и тянет улыбку, ну вот не знаю, как не хочу ее оскорбить, но какой-то вот жизнерадостной, алчной девушке, ну вот мягко тогда, корректно скажу. Ребята, честно, противно, потому что сидит ребенок и наслаждается тем, как ее мама в этот момент попрошайничает. Сидит, да, поддерживает ее, и в этот момент лицо вот действительно источает какую-то для меня непонятную, даже где-то злорадную улыбку, типа, сейчас вы попрощаетесь со своими кровными. И именно так где-то это выглядело для меня. И вот действительно, думаю, да, Леля часто любит говорить о том, что наши дети нас не слышат, они нас видят. Вот именно, Леля, наши дети нас видят. Твои дети видят вот такую вот мать, жерла, да, ненасытного монстра, которому всего и всегда мало. Ты сама кричишь, что нужно довольствоваться тем, что имеешь, но сама этим никак не хочешь довольствоваться. Ты хочешь довольствоваться именно жить в свое удовольствие благодаря и с помощью чужих денег. Для тебя нет ничего святого. Ты даже не задумываешься, что люди на ютубе абсолютно разные. И когда ты начинаешь, да, рассказывать о своих болях, горестях, страданиях, конечно же, под руководством Козлодоевых, в этот момент, когда ты рассказываешь о своих тяготах и лишениях, люди сердобольные входят в твое положение и отрывают от себя действительно некоторые последнюю рубаху, чтобы помочь тебе. Ты даже не задумываешься, что у твоих хомяков такие же самые дети, как и твои. Ведь сколько раз ты, довольная и счастливая, принимала подачки от других многодетных матерей и благодарила их за это. И, кстати, у меня возникает вопрос действительно психического состояния этих матерей, потому что, вдумайтесь, если женщина готова оторвать от своих пятерых детей деньги, чтобы оплатить Лёли на отопление или зарплату Сергея Петровича, ну, как-то это все странно и непонятно. Конечно же, я верю в то, что еще есть хомячки, которые работают на подогреве, да, группа, скажем так, разогрева, которые всех и толкают, давайте поможем, давайте поддержим. Ну, то есть левые Лёлиные аккаунты, которыми, конечно же, заведуют Козлодоевы. А плюс, конечно же, левые перечисления, которые мотивируют остальных типа сгруппироваться и помочь многодетной маме. И, кстати, скажу больше, я даже не верю в большие донаты, которые ей переводят. Я думаю, это с левых карт сама Лёля себе их и отправляет. Опять-таки, для того, чтобы люди подошли с позиции, да, тут типа тысячи шлют, что там мои 100 рублей, я на них не обеднею. Вы обеднеете. Вы реально на них обеднеете. Почему? Потому что вы душой обеднеете, когда отдаёте туда, где это не нужно, где это не востребовано. Ну, а что хочу сказать следующее. Лёля, конечно, выдыхается и уже контент теряется. Она уже не знает, что придумать и, конечно же, замешивает в это всё обязательно Сергея Петровича. Теперь и он будет работать на её контент. Наверное, это новая часть его обязанностей. И теперь он не только должен следить за животными, но и, конечно, участвовать в её съёмках. Наверное, всё-таки у Лёлечки всё очень трудно, тяжело и печально. И приходится придумывать очередной трэш. Теперь Сергей Петрович, я так думаю, будет срочно начинать спасать ситуацию и участвовать в сериале Лёли. И вот интересный момент, который хочется отметить. Интересно, когда вот Лёля на самом деле начнёт уже уважать себя и не будет прибегать к таким дешёвым каким-то уловкам для того, чтобы удержать комментарии. Вот эти съёмки шоцов. Мне вот интересно, неужели самим хомякам, которые за этим всем смотрят и наблюдают, не противно. Не противно от того, какой она ставит дешёвое постановочное третисортное кино. Ведь они многие в комментариях восхваляются, обожают и любят Сергея Петровича. И рассказывают, какой он настоящий истинный мужчина. И в этот момент Лёля его в роликах загаживает, обгаживает. И они всё равно продолжают это всё смотреть и принимают сторону Лёли. И вы знаете, возникает вопрос вообще, да, кто эти люди и насколько они реально адекватны. В комментариях, ребята, у Лёли какие-то вумные, да, именно вумные. И хочется сказать, да, начали писать о том, что сейчас типа придерутся обзорщики, хейтеры к тому, что Лёля ходит в прошлогодние куртки к коровам. И пишут, что ничего, мы прорвёмся. И вот здесь я захотела отметить, во-первых, это не прошлогодняя куртка, а куртка, которой 3 года уже и Лёля в этой куртке и в пир, и мир, всё в её лучших традициях. Она в ней и в церковь ходила, и благополучно на базары ездила, и в гости ездила, и, конечно же, к коровам ходила. Ведь её коровы пахнут духами. И в этот момент, ребята, хочу сказать следующее. Другая пришла на поддержку подружек и пишет, ребята, я в одной и той же куртке уже 19 лет хожу. И вот что мне здесь хочется добавить, столько же ещё и будешь ходить. И не одна ты с хотелками вашей Лёли, вам и вашим семьям обновки скоро только снится будут. По той простой причине, что вы будете всё отдавать в угоду этому человеку. Вы знаете, я даже не удивлюсь, что это те люди у Лёли на канале, которые действительно поддаются какой-то степени гипноза. Вот они сидят, да, вот Лёля там какие-то делает определённые жесты. И ведь всё время говорят, что смотри на человека, делай жесты, и он будет за тобой их повторять. И вот у меня такое ощущение, что она как типа 25-й кадр какой-то вставляет, вот чисто по инерции. Она рассказывает, 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 потом бах, переключается на тему какой-нибудь хотелки или нужды, кидает карту и опять включается в продолжение этого разговора. И в этот момент они точно так же по инерции начинают ей переводить свои деньги. Вот чисто на каком-то даже автоматизме. И ведь самое парадоксальное, ребят, что они кричат, что она классная женщина и классная мать. Я хочу сказать, она-то для своих детей может 150 раз классная мать. А вы, ну, я не знаю, как вас это назвать, ну, наверное, конченые матери. По-другому я вас назвать не могу, конченые матери, конченые бабушки, которые берёте от своих детей, отрываете, чтобы отдать хорошей матери по вашим меркам. То есть вы себя опускаете, и вы опускаете даже собственных детей. Вы расставляете приоритеты и даёте понять, что ваши дети действительно второсортны, ваши дети действительно вам не важны. Вам важна Лёлина жизнь, её семья и её дети. Вот они у вас на первом месте. Они для вас действительно приоритетны. А свои дети ничего, они подождут, они обойдутся, они не съедят лишний банан, они не съедят лишнюю апельсину, не помрут. Ведь нужно же делиться Лёлиным детям. Апельсины за ваш счёт, конечно же, важнее. И в этом, ребята, опять-таки все хомяки. Что следующее хочется сказать? Конечно же, когда Лёле уже не о чем говорить, как всегда начинается тема навоза. всегда, наверное, интересно и актуально. Но с другой стороны, да, фанатики это глотнут. Ребята, ведь они же в состоянии, да, из стрима в стрим слушать панно с прожжением Б. Из стрима в стрим, я не знаю, уже по тысяче первому кругу слушать вот эти моменты с монастырём, с отселением первого мужа, как ей тяжело пришлось. Но вот одно и то же уже не о чем. Поэтому, конечно же, историю навоза, они точно так же сглотнут и всё будет в порядке. Ну и Лёля, конечно, начала жаловаться на Сергея Петровича о том, что он неправильно складывает навоз. Здесь мне хочется сказать, делай сама. Хочешь сделать хорошо, сделай это сам. И складывай сама свой навоз. Ребят, ну это честно, даже смешно. Там того навоза, я не знаю, если три тачки наберётся за день, это хорошо. Даже Лёля, когда его убирает, она его по максимуму по этой тачке растягивает, чтобы показать масштаб, чтобы показать мощу, конечно же, этого навоза. И далее, да, Лёля, конечно, рассказала, что если среди зимы или весны эту кучу нужно будет поправлять трактором, она будет вычитывать зарплаты Сергея Петровича. И она имеет на это право. Во-первых, я хочу сказать, Лёля, ты не имеешь права ничего высчитывать с его зарплаты. Хотя бы потому, что ты эту зарплату ему не платишь. Зарплату платят хомяки. И тебе нужно с ними обговорить, согласны ли все дающие ему на зарплату, чтобы ты с неё что-то там вычитывала. Второе, что хочется сказать, разошлась Лёля не на шутку. Здесь два варианта. Либо её давит жаба, что он становится изо дня в день популярнее на Ютубе и начинает реально на нём зарабатывать. Потому что для его маленького канала просмотры действительно у него большие. Либо начинается ревность, что идёт у него зарплата с Ютуба. Опять-таки деньги идут мимо кассы. И поэтому решила рублём наказать. Возможно, идёт какая-то ревность, что он симпатизирует Свете. Но вот неспроста в последний момент она всё-таки начинает его троллить. Я не удивлюсь, если она вообще скоро его выпрет, потому что расскажет, что он ей не нужен, не справлялся и тому подобное. Почему? Потому что это, скорее всего, может быть новый виток. Опять-таки, как я сама упурхиваюсь и упахиваюсь на собственном хозяйстве. Пожалейте, люди добрые. Такой, кстати, сценарий в лучшем Лёлином духе. Поэтому вполне-вполне возможно. Ну и по поводу того, чтобы удерживать зарплаты, хочется сказать следующее. Лёль, а премиальные ты ему платишь? Ведь как бы ни было, он разворачивается с тобой и в ночь шпарит в Москву, делает твой мотоблок, ремонтирует твой сепаратор. И так разных там кучу мелочей, вот кучу-кучу, если по мелочи посчитать. Он за это какую-то премию имеет или дотацию? Вот чисто так интересно. Если ты уже решила высчитывать, то и человека поощрять, конечно же, нужно. Далее, что, конечно, хочется отметить, Лёля начала показывать работу над контентом, работу над хозяйством. Ребята, больше всего я смеялась, когда она хотела погладить собственного бычка, и он от неё шарахался. Это говорит о том, что для бычка это незнакомый запах, новый запах. Поэтому он от него и прыгает, конечно же, в сторону. Далее Лёля, конечно, рассказала, что человек у неё работает и диктует свои правила. И вот здесь мне интересно, Лёля, а он тебе разрешил вот так себя загаживать? Он тебе разрешил себя превратить вот в эту часть грязного контента? Ведь, насколько я знаю, он приехал бы возить всего лишь навоз за твоими коровами. Но никак, да, не то, чтобы ты его загаживала. Хотя, может быть, да, для Сергея Петровича тоже деньги не пахнут, и ему посрать, что происходит. Следующий момент, ребята, когда она сделала Сергею Петровичу замечание по поводу чертыхания и спросила, можно ли без чертыхания. Вот здесь мне стало смешно, хотелось сказать, ой, Лёля, какая ты претензионная стала. Ну, прям барыня, смотрите-ка, мехамики, как она за ваши деньги господствует. Вот реально она человеком, вот господыня, понимаете, ну вот господство, да, показывает свое превосходство, свой уровень. И вот вы знаете, никогда не знала, что Лёлечка это человек с таким тонким, с такой тонкой душевной организацией. Так ее бедную колыхнуло. И в этом же ролике, когда к ней подходит Артур и говорит, бля, Лёлю это не травмирует. Представляете, она мало того даже не реагирует на это. И вот здесь у меня возникает вопрос, то есть слово на букву «Б» для нее комфортно, для нее родное, для нее любимое, но раз она на него никак не реагирует. А на черта вот такая вот у Лёлечки, конечно же, идет конкретная реакция. И тоже как-то для меня стало где-то это непонятно. Далее, ребята, да, что хочется отметить, именно то, как она пыталась действительно унизить Сергея Петровича. Вот этим чертыханием вот очень резанула слух. И вот здесь хочется сказать, посмотрите, хомяки, кого вы взрастили. Ведь хочешь узнать человека, дай ему денег немножко и немножко власти. В случае с Лёлей немножко популярности. И он себя проявит. Посмотрите, как надменно она начинает себя вести. Как надменно она за ваши деньги начинает себя вести и разговаривать с Сергеем Петровичем. Вашим горячо любимым Сергеем Петровичем, которого, кстати, кормите и содержите вы. Лёляк ему всего лишь дает кровь над головой и тарелку пайка. Еще этот паек под вопросом. Если дядька все время тащит к себе в комнату, да, эту плиту индукционную, то возникает вопрос, наедается ли он этими порциями. И ест ли он эти порции. Я думаю, что он себе отдельно готовит. Потому что наедется нормальный здоровый мужик, который работает, этим не в состоянии. Поэтому как она его еще кормит, это тоже под вопросом. Ну посмотрите, как претензионно и высокомерно она себя ведет с ним за ваши деньги. И это вы обрекли Сергея Петровича на вот такое существование. А платит ли она много ему за ту работу, которую он выполняет? Да. Она платит не просто много, а очень много. Потому что эта работа, этих денег не стоит. Хозяйство очень маленькое. И в реальной жизни оно бы тянуло на колоссальный минус. На серьезный капитальный минус. Не было бы вообще не то, что самоокупаемости. А вот его зарплата каждым месяцем шла бы просто в колоссальный минус, да, в бюджет семьи. Поэтому в реальности она, конечно, бы себе это не позволила. Ну а, конечно, за ваш счет, почему как бы этим и не воспользоваться? Вы платите, она вам, конечно, показывает контент. Ну и последняя вишенка на торте, которая меня улыбнула. Лёля наконец-то решила отмыть ванну. А после этого еще утверждает, что не смотрит обзорщиков. Я и некоторые девчонки только недавно говорили об этой ужасной, желтой, грязной ванне. Ведь Лёля себя позиционирует как чистюля. А ванна просто страшная и убога. И тут Лёлечка резко взялась за привидение ванны в божеский вид. Замочила ее, там чем-то понатирала и будет счастье. Ждем теперь белоснежную чистую ванну. Все в лучших традициях и жанре Лёля. Идеальной хозяйки. Ну а, ребята, пока я буду прощаться. Продолжение следует. Через три часа выйдет новый ролик. Ну и вечером последний ролик будет юмористический. Пока всем пока. До новых встреч.